здравствуйте друзья с вами как всегда евгения таро и сайт маг экспир торг и сегодня у нас по плану онлайн гадание гадать будем на романтическом таро значит гадать будем на любовь ну или на личную жизнь итак сегодня будет расклад на тему встречи состоится ли встреча этот расклад предназначен для тех людей которые может быть сейчас находятся в стадии знакомства по переписке и интересуется произойдет ли вообще реальная встреча как эта встреча состоится как она пройдет будет ли это свидание или просто встреча также это гадание может подойти тем людям которые уже встречались ранее но по каким-то причинам находятся в разлуке то ли человек куда-то уехал и вы теперь не знаете состоится когда-нибудь встреча с этим человеком или уже никогда не встретитесь то ли может быть просто разошлись и хотите снова встречаться короче говоря вы меня поняли сегодня гадаем на то будет ли встреча будет ли свидание с тем человеком которого вы загадали вы кстати можете загадать не одного человека нескольких но не более пяти потому что я буду выкладывать пять карт принимать участие в гадании могут как женщины девушки так и мужчины парни в общем все приветствуются окей поехали итак я беру карты сейчас я их буду тихонечко тасовать и пока я это делаю пока я настраиваюсь на гадание на вас на ваших избранников и избранниц о которых вы спрашиваете в этом гадании хочу вам сказать пару слов они заключаются в том чтобы вы не забывали ставить лайки ну и обязательно пишите комментарии мне всегда интересно почитать как у вас сбываются онлайн гадание тем более что колода для меня пока еще новая я ее только осваиваю потихоньку и ваша обратная связь мне очень очень полезно и нужно также я благодарю спонсоров моих любимых спонсоров да кстати сейчас о спонсорах одну секунду буквально одну секунду подождите фокус 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 состоит в том что на моем столе сейчас появилась вот эта батарея из свеч и как вы думаете откуда мне они приехали ладно не буду томить вас в догадках хотя можно было с вами сыграть в эту игру но я вам скажу и так окей окей эти свечи мне прислала маша из израиля одна из моих самых любимых клиенток так что ваша вам персональный привет от меня и вот не могла не похвастаться мне очень приятно когда мне приходят какие-то подарочки от моих клиентов от моих подписчиков от моих друзей невероятно приятный подарок потому что я во первых очень люблю свечи вы наверное это уже заметили немножечко да по моим последним видео но по крайней мере тем которые мы возле камина снимали и здесь у меня свечи стоят вот они в общем свечи я люблю любые разные всякие всякие такие свечи это вообще что-то чем это что-то потрясающее особенно мне понравились вот такие в хрустальных таких вот вазочках маленькая одна побольше такая эти свечи тоже великолепными очень большие и в таких классных красивых баночках в общем я настолько счастлива я настолько довольна мне очень приятно я не могла с вами этой приятностью не поделиться так что сегодняшний спонсор нашего онлайн гадания это маша из израиля спасибо маша ну что ж немножко похвастались и хватит а теперь давайте все таки приступим к раскладу так я буду доставать из колоды 5 карт вы можете заранее загадать цифру от 1 до 5 либо же уже после того как я выложу карты на стол выбрать ту которая больше всех откликается в вашем сердце ну а если вы будете гадать на нескольких людей то выбирайте несколько карт начинаем первая карта вторая третья четвертая и пятая так посмотрите еще раз внимательно на выпавшие карты и определяйтесь с выбором поправлю немножко чтобы все попадали у нас в кадр ну что будем открывать и смотреть ответы поехали итак если вы выбрали первую карту то вам выпала шестерка жезлов о чем говорит эта карта эта карта говорит если вот смотреть значение по классике о том что ваш избранник к вам уже буквально на всех парах мчится он торопится он спешит и он безусловно хочет вас увидеть встретить победить и ну а дальше время покажет ну по крайней мере тот человек которого вы задумали реально хотел бы с вами встретиться и он уже торопит эту встречу у него уже терпеть урывается как говорят у нас в украине то есть ему уже не терпится вас поскорее увидеть во всей красе и очень хочется устроить с вами свидание потому что если мы посмотрим на изображение этой карты в данной колоде то мы увидим что парк лодочку девушка вся при параде зонтиком ну там у нее еще какая-то птичка в клетке ну наверное это подарок мужчины птичка в клетке может быть это мобильный телефон или что-то вроде того может быть какой-то плеер в общем может быть может быть вам еще подарок этот мужчина какой-то готовит какой-то сюрприз ну и сам мужчина управляет этой лодкой гребет катает развлекает слушайте ну классная карта наверняка ваша встреча состоится вот сто пудово состоится и она пройдет как свидание причем очень романтическое очень красиво где мужчина проявит себя как настоящий джентлмен ну а девушка проявит себя как настоящая леди ну все круто зашибись мне очень нравится а вы мне потом обязательно отпишитесь в комментариях состоялась ваша встреча и как она прошла действительно все было так красиво хочется верить что да давайте вторую карту раскрывать так если вы выбрали ее состоится ли встреча в вашем случае ох выпал Филипп Петрович Голохвастов я его ну вот по-другому в данной колоде и назвать не могу это карта шут вы знаете похоже на то что мужчина которого вы загадали ну если вы девушка загадывали мужчину он какой-то несерьезный товарищ он может быть вам намекнул на какую-то встречу вы уже уши развесили уже планы там себе на десять лет составили как вы с ним поженитесь сколько у вас будет детей как их будет звать а он ни с новым ни духом он о вас уже и забыть забыл понимаете вот карта шут обычно показывает мужчин очень несостоятельных несерьезных это мужчины для развлечения на один раз простите за такое сравнение но правда один раз встретиться и о нем забыть навсегда потому что ну на какие-то долгие дистанции на серьезные взаимоотношения шуты как правило не настроены и скорее всего он вам просто свистит по ушам и он может назначить вам встречу но на нее не прийти а уж про романтическое какое-то свидание ну я бы на вашем месте вообще даже не надеялась вот правда шуты настолько вот ненадежные мужчины вот просто ненадежные ребята поэтому поищите кого-то еще помимо этого товарища и на него ставки не делайте это все равно что прийти в казино ну и сразу все деньги на зиро поставить ну шансы выиграть сами понимаете минимальные минимальные ладненько ну давайте посмотрим на эту карту хочет ли мужчина на самом деле встретиться да вот в принципе он нарядился но смотрите что вообще произошло букет то у него на голове видимо это мужчина уже после встречи скорее всего вы его в шею просто погоните с этой встречи если встретитесь видимо он себя как-то неадекватно может повести и вы его отправите во своя си хоть тебе букет еще в догонку ну в общем забавная карта очень забавная карта ну даже если встреча состоится девушки мои хорошие действительно мужчина может себя вести как-то вот не серьезно и неадекватно ну я надеюсь он не станет танцевать как здесь на кофейном столике но всякое может быть сами понимаете ну короче говоря вы скорее всего захотите побыстрее с этого свидания удрать но он не сильно расстроится судя по всему давайте третью карту откроем что у нас здесь десятка жезлов о метро из метро выходит мужчина и встречается с женщиной ваша встреча обязательно состоится судя по всему ну по крайней мере если судить по картинке изображенной на данной карте в романтическом таро может быть это будет в течение рабочей недели вы немножко устанете захочется как-то развеяться отдохнуть ну может быть вместе где-то сесть выпить чашечку кофе ну в такой непринужденной атмосфере и без никаких обещаний друг другу и он может быть наверняка тоже устанет или в течение рабочего дня вы встретитесь ненадолго или может быть это будет после рабочего дня и в общем-то ваше свидание нельзя назвать романтическим каким-то оно больше похоже на такое вот деловое давай дескать встретимся посмотрим друг на друга а потом будем посмотреть ну либо вы уже встречались и уже вся романтика позади и будущим вам хочется просто общаться просто встречаться еще но такие встречи да могут иметь место ну правда по десятке жезлов все действительно может быть не очень романтично хорошо давайте следующую карту раскрывать что у нас здесь выпало восьмерка мечей восьмерка мечей восьмерка мечей слушайте такая карта непростая она и по классике не очень приятная восьмерка мечей это карта которую я обычно называю пленницей кавказской и там обычно женщина одна изображена и она в такой вот своеобразной ловушке поэтому если бы мы смотрели на классическом таро ответ на данный вопрос я бы даже может быть предостерегла восходить на это свидание и вообще встречаться с этим человеком можно вляпаться в ситуевину а здесь у нас на этой карте что изображено какая-то скульптура скульптура на этой скульптуре несколько человек но разобрать кто там что там это очень сложно рядом с этой скульптурой как мы видим мечи утыканы в виде такой решеточки заборчика и лежит плита на полу гранитном и рядом с этой плитой монахиня поклоняется тут крест на этой плите и она вот поклоняется молится и не замечает как за ней наблюдает мужчина а мужчина в штатском то есть мужчина никакой не священник не там очень верующий человек нет обычный мужчина которому наверняка понравилось это монахиня а она вот как бы извините я девушка не по этим делам вы меня мало волнуете и мало интересуете потому что я другому отдана я невеста Иисуса Христа ну вот как-то так то есть смотрите какая получается здесь история мужчина вроде бы не против с вами встретиться но вы скорее всего либо комплексуете как-то либо сами как-то можете отказаться от этой встречи или от этого свидания либо будете вести себя вот реально как монашка как недотрога такая да своеобразная и мужчина вообще не поймет а что вы приходили тогда вы вообще к нему приходили или как ну то есть вот не совсем не совсем адекватная ситуация может получиться я так полагаю что если вы девушка то вам это свидание не нужно и не стоит даже на него ходить потому что у вас разные интересы с этим мужчиной у вас разные потребности в отношениях у вас вообще разные цели а если вы мужчиной спрашивали о девушке ну что ж скорее всего вы ей не понравитесь вы ей не подойдете потому что вы из разных миров грубо говоря окей давайте пятую карту открывать состоится ли встреча в вашем случае ну безусловно да потому что здесь выпала четверка кубков и в этой колоде карт это у нас венеция маскарад девушка в маске очень хороша с собой у нее красивый наряд и мужчина перед ней кланяется подает ей ручку в общем у них явно здесь что-то такое красивое намечается и интересное романтическое ну по крайней мере вот знакомство в реальности действительно может произойти хотя классическая трактовка четверки кубков она конечно не такая оптимистичная она обычно говорит что либо шансы упущены либо вам оно 300 лет не надо либо вашему избраннику тоже это свидание не обязательно и не интересно но мы сейчас смотрим все-таки оракульное больше значение данной карты а здесь оно обещает встречу а вы мне потом обязательно напишите в комментариях произошла ваша встреча или нет какое значение карты сработало классическое или оракульное угу все вы мне пообещали попробуйте потом не напишите ну что дорогие мои на этом я буду заканчивать свое видео надеюсь те подсказки которые вы сегодня получили вас как-то вдохновили ну или по крайней мере предостерегли от каких-то ошибок и может быть благодаря этому гаданию вы сейчас лишитесь каких-то может иллюзий напрасных которые могли бы вас мучать потом впоследствии и я надеюсь на то что вы останетесь благодарны картам за то что они вам дали такие ответы и такие советы и рекомендации ну и вашу благодарность выражайте пожалуйста в лайках в комментариях и в донатах в подарках в том числе нам с картами это приятно да шутки шутками но тем не менее друзья мои не прощаюсь надеюсь встретимся в следующем видеосюжете а пока пока всем приятных встреч и классных любовных романтических свиданий пока пока до новых встреч 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 до новых встреч